Всем привет! Меня зовут Диана, и сегодня я бы хотела сделать такой небольшой обзор на свои маркеры, которым уже почти 4 года, и которые были куплены на Алиэкспрессе. И, конечно же, я еще буду рисовать параллельно маленькие такие рисунки. Буду рисовать то, что я не умею, а именно рисовать еду маркерами. Я, в принципе, не особо маркерами умею рисовать, а тут еще и еду. В общем, как я уже сказала, эти маркеры были куплены почти уже 4 года назад. Я их покупала в июле 2017 года. Как вы видите, цифры, конечно, со временем стерлись, однако на некоторых маркерах они уже не были написаны сначала, так скажем. Всего в наборе изначально было 80 цветов. Из них на сегодняшний день остались нормальные 66 штук. И также у меня есть 2 маркера от фирмы Sennet, которые мне пришлось купить, потому что эти цвета в маркерах с Алиэкспресса высохли. На видео я делаю небольшой выкрас некоторых цветов. Конечно, некоторые маркеры высохли, и мне пришлось их выкинуть. Допустим, некоторые просто высохли из-за того, что я их слишком много использовала. Некоторые сами по себе просто высохли, а некоторые просто пришли какие-то странные, вот типа такого, какие-то рваные, непонятные. Мне таких, наверное, маркеров, может быть, 5 попалось всего в наборе. Вот некоторые из них пришлось выкинуть, некоторые я оставила, потому что они все-таки писали хорошо, как бы. Но, конечно, со временем я их тоже почти все выкинула, которые остались. В основном, конечно, я рисовала в обычном скетчбуке, с обычными листами. Никакие специальные отдельные для маркера скетчбуки я не покупала, потому что они стоили дорого. Да и смысла для себя я в них не видела, потому что я не собиралась так увлекаться маркерами. Мне подходило, в принципе, то, что я рисовала в обычном скетчбуке. Ну и, конечно, на уроках я тоже рисовала, на обычных листах, потому что я не видела для себя смысла тратиться на специальные листы для маркеров, которые были куплены с Алиэкспресса. Также хочу сказать, что в этом наборе некоторые цвета почему-то какие-то странные. Я не раз сталкивалась с тем, что цвета на колпачке почему-то не совпадают с цветом, который внутри. А именно почему-то не совпадают некоторые коричневые цвета. Внутри они почему-то зеленые. И неважно, на каком ты листе пишешь, специально для маркера или для... Не маркера. Он все равно почему-то зеленый, хотя на крышке как бы указан коричневый цвет. Ну и, конечно, цвет, который на обычном листе, отличается от цвета, который на маркерном листе. И это хорошо будет видно дальше. Конечно, я вам сейчас не смогу показать работы, которые делались в колледже, потому что не все у меня остались далеко дома. В другом городе. Но они все примерно выглядели так, как я вам показывала только что недавно свои рисунки. Они все были примерно в таком же как бы виде. Некоторые были более проработанные, некоторые были такие сделаны как-то на пофиг. Некоторые я вообще не поймала, как рисовать, потому что я вообще не умела рисовать маркерами. Это был для меня какой-то странный предмет, так скажем. Я не понимала, как люди рисуют ими. Также с этими маркерами мне отправили в подарок вот этот вот скетчбук, на котором я сейчас рисую. Но рисовала я в нем очень редко как-то, потому что я думала, ну блин, зачем я буду тратить маркерные листы, такие хорошие, специальные, на какие-то свои дурацкие порисульки. Мне правда было очень жаль его тратить. А сейчас я думаю, что не нужно ничего жалеть. Он же специально для этого и создан. Да, я его не покупала, отдельно специально мне его просто прислали в подарок. Но почему он должен просто так лежать и пылиться без дела? И когда я покупаю какой-то красивый даже скетчбук, я думаю, зачем я на нем не рисую? Почему мне его жалко? Я же купила его специально, чтобы на нем рисовать. Что за тупизм какой-то? Поэтому вы тоже не жалеете, если вы покупаете какой-то скетчбук и вам жалко в нем рисовать. То это очень плохая привычка, выбрасывать эту привычку нафиг. Потому что вы купили специально, чтобы рисовать. Вам нужно учиться, потому что если вы не будете рисовать скетчбуки, вы не научитесь рисовать. Поэтому не надо чего жалеть. Ну и конечно, качество у него так себе было, потому что он весь расклеился. Он был небольшой, но в принципе, по-моему, хороший. Не знаю, я вообще не мастер маркеров, как я уже сказала. Я вообще никогда не рисовал маркерами. И сейчас я рядко рисую маркерами. Но иногда бывает такое настроение. И я продаюсь маркерам, так скажем. Но я вообще не маркерный художник. И вообще, не знаю, не получается мне рисовать маркерами. Потому что вот я вроде бы смотрела до того, как снимать это видео, как люди рисуют вообще еду маркерами. Я думаю, ну блин, ну что сложного? Это была моя ошибка. Потому что это реально как-то, не знаю. Видимо, реально не мой материал, потому что я вообще не могу его рисовать. Хоть я и попыталась еще два раза как раз рисовать, по-моему, еду. Я показывала где-то в начале видео, как раз, где мои были рисунки маркерами. Я пыталась ими рисовать. Но у меня получилась только яичница, так скажем. И то так себе какая-то. Поэтому я вообще не понимаю, как ими рисовать. И этот обзор я делала лишь для того, чтобы вы видели то, что керамису Алиэкспресса можно рисовать. Можно на них учиться. Как я уже сказала, они были тогда дешевые. Они стоили с набором, может быть, где-то 1500 рублей. То есть за 80 штук 1500 рублей. Это вообще, по-моему, отличная цена для маркеров. Называются они Touch New. Мои, по крайней мере. И обычно они все идут по сетам. То есть есть сет для рисования дизайна интерьера специальный. Там вот как раз у меня такой сет. В нем, как раз, очень много серых каких-то оттенков. Каких-то ярких оттенков. Есть даже сеты для рисования аниме, как я видела. Там, конечно, очень много телесных оттенков. Есть дизайн одежды. Есть дизайн, по-моему, даже транспорта, сколько я помню. Короче, там было очень много сетов. Я уже все не вспомню. Как я уже говорю, 4 года назад я заказывала этот набор. Вот. И они обычно все идут так с сетами. И идут в разных количествах. Есть как 80 штук, как мои. Есть по 120 штук. Есть по 150. Есть по 10. Есть по 50. Также, по-моему, там можно заказать какие-то отдельные свои сеты собрать. Такие вам всегда только нужны. Ну, конечно, единственный минус этих маркеров то, что идут они долго, правда. Мне, наверное, они шли где-то месяц, может быть. Ну, как обычно, Алиэкспресс, в принципе. Ну, и, конечно, это как бы кот в мешке, потому что ты не знаешь, какие из маркеров будут хорошие, какие будут плохие. Но этим маркерами я все-таки осталась как бы довольна, потому что испорченных было мало. Высохших не было вообще ни одного, так скажем. Высохли они только со временем. От того, что я либо их много использовала, либо просто сами высохли. Из-за того, что я, наоборот, их не использовала, так скажем. Конечно, их как-то можно заправлять, насколько я знаю. Но я думаю, зачем я буду заправлять эти маркеры? Зачем они мне все равно не нужны? Я все равно ими не буду рисовать. Зачем я буду тратиться на это? Поэтому я их ни разу не заправляла. Я даже не знаю, как это делается. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Ну и, конечно, почему-то, я не знаю, у них коричневый цвет. Это какой-то зеленый, получается, на листе. Это не только в моем наборе. Моя подруга тоже заказывала похожий набор, но уже от другого продавца. И у нее тоже самое, почему-то, коричневый был зеленым цветом. И как раз после моей рекомендации, моим одногруппникам, так сказать, они тоже все сказали, типа, скинь мне ссылку и так далее. Они тоже почти все заказали с этого сайта, с этого продавца. И они все заказали оттуда маркеры. И у всех почему-то был коричневый маркер с зеленым. Это было очень странно, конечно. Я, по-моему, никогда этим маркером даже и не пользовалась. Потому что я думаю, ну, это коричневый цвет, мне коричневый, например, не нужен. Или когда, наоборот, мне коричневый нужен, я им пишу, а это зеленый. Я такая, ну, понятно, окей. Также хочу сказать про то, как эти маркеры между собой смешиваются. И также рассказать про блендер. Он, конечно же, есть в наборе, но я им опять-таки же никогда вообще не пользовалась. И эти цвета почему-то между собой вообще практически не смешиваются. В каких-то редких случаях, как раз на спидпейнте видно, там в некоторых местах, конечно, не смешиваются. Но большинство из них вообще никак не реагируют друг с другом. И также этот блендер вообще никак почти не помогает, чтобы как-то сделать плавный переход и так далее. Вот такой вот у меня получился небольшой обзор на маркеры четырехлетней давности. Надеюсь, что это видео было вам полезным и интересным. Увидимся в следующих роликах. До скорых встреч. Пока! Пока!